социально-экономическая история древнерусского государства давайте запишем синопсис свидетельство источников о древнерусском государстве хозяйство и общественный строй восточных славян в восьмом девятом веках роль торговли путь в кавычках из варяг в греки а кто знает географически как пролегал путь из варягов греки совершенно верно поднепр это один путь из варяг греки но был еще один путь из варяг греки как вы думаете этот путь как было два пути один вот такой прямой а другой искривленный менее опасные в военном плане но более опасный в таком природном бури и так далее как вы думаете как еще можно было попасть из варяг то есть из скандинавии в константинополь балтийское море дальше куда мы попадаем из балтийского моря бискайский залив и через средиземное море совершенно совершенно верно значит путь из варяг греки варяги внешние и внутренние факторы возникновения русской государственности в кавычках нормандская теория 2n только не забудьте нормандская теория двоеточие политический исторический и филологические аспекты с красной строки проблема феодализма и его генезиса в историографии спорные вопросы генезиса феодализма на руси скобочках б д греков запятая и я фраянов илья яковлевич и я фраянов с красной строки племенные княжения . вождества города и торговля превращение племенных княжений в княжества князь специфика его положения в древней руси эволюция княжеской власти князь и люди люди в кавычках рюриковичи как рот коллективно правящий руси первые киевские князья олег игорь святослав рюрик в киеве не правил олег игорь святослав то есть мы сейчас то что мы с вами прокатали как событийную историю теперь мы посмотрим о социально-экономической начинке содержание удельно-лествичная система специфика вассалитетов в древней руси мы опять записываем синопсис чтобы когда вы будете писать лекцию могли что-то писать что-то не писать останется ключ или набор отмычек если угодно логика развития межкняжеских отношений с красной строки дружина и боярства вече особенности древней руси как полите термин полите я использую для того чтобы не пользоваться термином государства потому что государство смысле state возникает только в капиталистическом обществе и вот в англосаксонской традиции у них есть три термина у них свобода для маневра есть полите патримония и государство как state а у нас государством обозначается и древние египет и современные соединенные штаты что совершенно неверно потому что за этим термином скрываются принципиально разные явления поэтому я пользуюсь термином полите я скобочках была ли древняя русь в кавычках монархическим государством монархическое государство в кавычках с красной строки особенности принятия христианства на руси его влияние на государственность социально-экономические отношения и культуру церковь и церковная иерархия с красной строки социальная организация административная круга тире волости проблема верви как большесемейные общины вот верфь это большесемейная община почему нам важно посмотреть вот это вот то что было в древней руси дело в том что многие особенности русской истории с древности до наших дней связаны с тем что у нас никогда не было феодализма историки марксисты пытались доказать что русь была феодальной ну как же вот ну хоть везде феодализм значит у нас должен быть феодализма еще раньше даже чем чем на западе в результате очень многие вещи оказывались непонятными в нашей истории вот мы должны внимательно посмотреть вот этот период который многие историки характеризовали как генезис феодализма и посмотреть а что было реально потому что очень многие проблемы сегодняшнего дня коренятся естественно не все но очень многое коренится именно в той в той эпохе именно потому что у нас не было феодализма было нечто другое не хуже и не лучше феодализма но другое дальше с красной строки крупное землевладение тире княжеская боярская церковная . стало ли оно феодальным знак вопроса скобках дискуссии историков мы очень многие вопросы здесь будем рассматривать в контексте дискуссии потому что вопросы эти до сих пор не решены я естественно вам изложу свою точку зрения но вы должны знать и набор точек зрения существующих потому что вообще в истории большая часть интерпретации вопросов носит дискуссионный характер и то что я буду рассказывать я буду рассказывать не как законченные знания а как предметы дискуссии как драму драму идей я думаю это правильнее знаете история вообще очень к неполная наука потому что есть некоторые вот некоторая схема вдруг появляется новый источник который эту схему ломает поэтому я недавно прочел фразу одного умного человека который написал что работа историков мы напоминают решение задачи заглядыванием в конец задачника где даны ответы то есть мы исходим из того что мы знаем результат и под под это подгоняем ну то есть не подгоняем специально выстраиваем некую причину следственную связь потом вдруг оказывается что появляется новый источник или идеологическая схема уходит оказывается все не так оказывается в конце задачника ответа был неправильный и все начинается выстраиваться самого начала то есть вообще задача историка как профессионал очень сложная когда ты пишешь историю чего-то ты должен писать ее так как будто ты результата не знаешь но ты на самом деле ведь результат этот знаешь и вот очень трудно абстрагироваться от знания результата есть такая фраза я еще абсолютно пошлый история не знает сослагательного наклонения это историки плохие не знают сослагательного наклонения а у истории всегда выбор вариантов и варианты эти реализуются в ходе борьбы столкновение воль если бы истории был только один вариант она бы имела мистический вид у истории несколько вариантов другое дело как только один вариант реализуется другие схлопываются но историк должен просчитывать сразу несколько вариантов в этом сложность истории как науки и в этом плане история не совсем наука это отчасти наука отчасти искусства потому что есть вещи в истории которые рационально не посчитаешь нужно все время учитывать появится источник который твою схему полностью сломает или будет другая идеологема и уже вот тебе никакого феодализма и совершенно другие трактовки поэтому я подчеркиваю что тот курс который я вам читаю я буду постоянно давать вам разные точки зрения естественно фиксируя свою но у вас есть возможность выбора значит основные источники богатства господствующих групп древней руси они были принципиально иными чем на западе не земля а движимое имущество то есть торговля дань кормление налог и вента старые и новые князья старые новые в кавычках старые и новые князья с красной строки сельское население древней руси его основные группы двоеточие смерды челядь холопы рядовичи закупы формы их эксплуатации категории было больше сельского населения нам хватит пяти более чем в кавычках черные земли значительная роль поздневарварских и рабских социальных отношений и форм в древней руси медленный темп их изживания красные строки социальные конфликты восстания 1024 1068 1072 и 1113 годов княжеские усобицы 977 980 1015 1019 1073 1078 1097 1157 1169 то есть мы даем здесь два типа конфликтов низы против верхов и внутри верхов с красной строки в кавычках русская правда в скобочках правда ярослава и правда ярославичей она из двух хронологических частей одна при ярославе была составлена другая при его потомках устав владимира второго то есть мономаха расцвет древней руси в середине 11 века древняя русь системе международных отношений киев и степь степь большой буквы данном случае киев и степь скобочках хазара печенеги половцы киевская русь и рамейская империя отношения руси со странами северной и западной европы с красной строки рост крупного землевладения . развития городских волостей внешние торгово-экономические изменения второй половины 11 первой половины 12 века как факторы расцвета русских земель и распада древней руси то есть обратите внимание распад древней руси был обусловлен расцветом экономическим русских земель то есть политический упадок был вызван экономическим ростом и последнее в этом у нас плане с красной строки особенности общественного развития древней руси по сравнению современные западной европой значит вот эта схема нашей лекции во многих научных работах и учебниках изданных в советское время да и сейчас тоже термин феодализм использовался для характеристики огромного исторического периода с 10 по 19 век при этом серьезные историки оговаривались что русского феодализма были были свои особенности что он развивался не вглубь а вширь то есть он не проникал глубоко а интересно кстати то же самое говорили про капитализм капитализм в россии развивается не вглубь вширь но возникает вопрос а что же вот это за глубь по которой все развивается вширь а вот ее не затрагивает значит есть нечто что не является ни феодальным не капиталистическим и вот это нечто оказывалось вне фокуса исследователей потому что они исходили из схемы феодализм капитализм значит давайте прежде всего разберемся что такое феодализм научный термин феодализм появился в 1823 году его ввел французский историк гизо на основе изучения средневековой франции вот это отметьте себе пожалуйста что термин феодализм был обобщением истории средневековой франции а потом под него стало подверстываться все остальное то есть не только русь и восточная европа но даже многое что существовало в западной европе например в скандинавии в италии в англии это очень очень отличается от исходной модели что традиционно считается характеристиками феодализма вот что считал гизо запишите пожалуйста нам эта схема понадобится потому что марксистское дополнение в эту схему она очень небольшое связано социально-экономическими вещами значит первое владение землей является привилегии людей несущих военную иногда гражданскую службу то есть права на землю обусловлены выполнением определенных обязанностей второе тот кому принадлежит земля обладает и властью и наконец третье землевладельцы феодалы образуют не только привилегированные но иерархически организованные сословия скобочек напишите индивидуальный вассалитет потому что на руси вассалитет был генеалогическим с вытекающими отсюда очень серьезными последствиями мы чуть позже я вам об этом скажу скобочках индивидуальный вассалитет то есть помните правило вассал моего вассала не мой вассал слово феодализм происходит от латинского феудум то есть земля которую рыцарь получал в качестве вознаграждения за службу обычно конную и выполняемую не менее 40 дней к этому нужно добавить что право феодала на землю обязательно это отметьте сопряжено с правом на личность непосредственного производителя в европе когда феодализм начинался господствовал принцип нуль сеньор сан зом нет сеньора без человека то есть если у тебя нет зависимых людей то есть ты тогда не сеньор а так погулять вышел а вот в конце средневековья господство уже другой принцип нуль тэр сан сеньор нет земли без человека и это означает что эволюция феодализма это очень важный момент который тоже совершенно не работает на руси эволюция феодализма в западной европе было от отношений крепостным к сервам к постепенным их освобождением а главное это отношение по земле по земельные отношения одним из первых это понятие феодализма стал модифицировать маркс если для гизо и французских историков понятие феодализм было политическим то для маркса понятие феодализм стала социально-экономическим а феодализм стал называть формацией при этом маркс ограничивал феодализм западной европой ну а его последователи особенно в советском союзе они феодализм превратили в общую формацию для всех народов между рабовладением и капитализмом везде возник феодализм сделано это было вот почему поскольку феодализм преодолевался по схеме буржуазной революцией а за буржуазной революции приходила пролетарская то надо было бы обязательно чтобы был феодализм тогда можно было обосновать политически многие многие вещи теперь давайте посмотрим вот что а что реально было на руси в восьмом девятом веках значит прежде всего сейчас мы ни о каком феодализме и говорим мы будем потом смотреть вот эта модель она подходит под феодализм или нет значит прежде всего давайте зафиксируем такую вещь племенное княжение это перевод с английского языка термина chief дом знаете как королевство будет по-английски king дом есть еще один термин chief дом chief это вождь племенное княжение или вождество это то что предшествует вот королевство обратите внимание вождество это ни в коем случае не ранне классовое и не ранне феодальное общество это позднее варварское общество когда уже есть неравенство но нет антагонистических классов во главе племенного княжения стоял вождь окруженный лучшими людьми или как на руси говорили нарочитыми мужами знаете такой был термин он с легкой руки моргана и энгельса получил распространение военная демократия или первобытная демократия но морган сформулировал эту идею изучая индейцев причем не не наиболее развитые их племена на самом деле уже позднее варварское общество не было никакой военной демократии там была жесткая иерархия кланов единственное чего не было не было классового антагонизма основной формы эксплуатации в вождествах было дань регулярные поборы дань причем дань носила коллективный характер одно племя платила дань другому племени вождества ни в коем случае не были государствами это политея есть такой термин про то государство ну как метафору его можно использовать потому что вот эти все термины про то до предполагается что про то государство особенно обязательно превратится в государство а если не превратится мы же этого еще не знаем между вождествами вот на территории древней руси шла очень такая активная борьба и борьба это велась за очень простую вещь торговый путь из варек в греки племенные княжения постепенно превращались в княжества каждое племенное княжение в рамках киевской руси разделялась на административная круга городские и сельские общины такие общины назывались вервями верфь это община большесемейного типа отметьте себе это пожалуйста верфь это община большесемейного типа верве объединялись в волости и это было уже такое властное объединение в южно славянских землях вверх термин не было распространено там он называлась за другой но это было одно и то же центральной персоной древнерусского общества был князь князь это слово общеславянское и скорее всего происходит она от древнегерманского конунг то есть вождь владыка рода на руси в истории княжеской власти большую роль сыграла подчинение князей племенных княжений киевскому князю так сложилось исторически и концу десятого века сложилась древняя русь то есть союз союзов племен отметьте себе пожалуйста что древнерусская полития это союз союзов племен это пока племенное образование в десятом одиннадцатом веках рода племенные союзы начали вытесняться территориальными союзами общин но во главе которых стоял опять же князь что такое княжеская власть была в дореволюционной историографии считалось что княжеская власть в древней руси это почти что народная власть в советское время палку перегнули в другом направлении князь это власть господствующего класса но проблема в том что не было тогда еще господствующего класса но в то же время и власть князя не была народной то что князья в десятом двенадцатом веках властвовали во имя интересов знати это бесспорно но они правили и на благо народа то есть княжеская власть постепенно эволюционировала от все от большего представления народного интереса ко всем меньшему по мере развития неравенства князь ни в коем случае не был верховным собственником земель на которых он сидел у него была часть которую он контролировал как собственник все остальное он контролировал как суверен как представитель народа в целом вассальные отношения среди древнерусских князей складываются в одиннадцатом веке и развиваются довольно медленно и вот дальше то что я скажу обязательно от отметьте подчеркните в конце одиннадцатого начале двенадцатого века старейшинство генеалогическое на руси не отделилась полностью от старейшинство властного смотрите графы герцоги бароны виконте маркизы средневековой европе это люди которые как правило не находились друг с родственных отношениях поэтому когда возникал конфликт между бароном и графом они обращались герцогу когда возникал конфликт между графом и герцогом они обращались королю когда возникал конфликт между королем и герцогом они обращались к архиепископу или вообще к римскому первосвященнику И та сторона, которая выясняла конфликт, она руководствовалась правом. На Руси ситуация была иной. Рюриковичи правили Русью как коллектив родственников. И их отношения в эссалитете были не политическо-правовыми, а генеалогическими. То есть мы родня, зачем мы еще будем чего-то договариваться. Поэтому родственными отношениями оправдывались измены. Например, князь Святослав Всеволодович 11 раз сменил сюзерена, совершив при этом 10 клятва преступлений. Но его простили, потому что родня, родственник, мы разберемся без всякого права. То есть с одной стороны решался вопрос по-родственному, а с другой стороны это блокировало развитие права, как в Европе. Потому что в Европе, я опять же не говорю, хорошо это или плохо, это так. Так, в Европе земля строилась на основе права, здесь на основе личных отношений. И еще отметьте, пожалуйста, эволюция княжеских вассальных отношений Руси 11-12 века, эволюция княжеских вассальных отношений на Руси 11-12 века шла от вассалитета, основанного главным образом на пожаловании даней, к вассалитету, основанному на пожаловании кормлений. Кормление, ну дань, это понятно, это вообще межплеменное отношение. Кормление не имеет никакого отношения к феодализму. Кормление это следующее. Князь посылает своего старшего дружинника в какую-то землю, он там собирает налог для него. И часть налога, как правило, 10-12 процентов, за то, что он выполняет эту функцию, он забирает к себе. Феодализм это отношение собственника, кормление это публично-правовое отношение. Вот я хочу, чтобы вы зафиксировали одну вещь для себя, не обязательно записывать, можно, так сказать, это просто зафиксировать. При феодализме феодалы вступают в частно-правовые отношения, это отношения между двумя феодалами, между двумя собственниками. Кормление это публично-правовое отношение, это то, что человек получает за выполнение некой функции. Естественно, он может себе ее присвоить и превратиться в феодала, но для этого он должен очень сильно постараться, должна власть ослабить и так далее. Да, что должен был, какие функции выполнял князь? Князь выступал как военный вождь и как судья, прежде всего. То есть, князь был фигурой дуалистической. Он представлял народ в целом по отношению к внешнему миру, и он представлял верхушку, старшую дружину прежде всего. Князя совершенно невозможно представить без дружины. Княжеская дружина составляла 700-800 человек, ну, по крайней мере, у киевского князя, у остальных поменьше. Дружина делилась на две части, старшая и младшая. Младшая также называлась гридни, отроки. Со старшей дружиной князь советовался, думал, думал. На вопрос, до какой поры на Руси удержалась дружина, историки дают разные ответы. Одни говорят, что до 12-го, начало 13-го века. Другие полагают, что дружина как социальный институт уже разложилась при Ярославе. Но, по-видимому, в разных княжествах процесс шел с разной скоростью. По крайней мере, уже в начале 12-го века дружина имеет тенденцию к оседанию, то есть князь переезжает в другое княжество, править, а дружина остается на месте, превращаясь в боярство. Жила дружина на средства князя. Идеальным считался щедрый князь, поэтому Ярослав, получивший от Крамзина титул мудрый, не считался щедрым князем. На основе старшей дружины возник слой бояр. Младшая дружина путем многовековой эволюции превратилась сначала в детей боярских, потом, кто знает, как в 18-м веке у нас называли дворян. С конца 18-го века стали называть дворяне. А как в 18-м веке называли дворян? На польский манер, шляхтой. А потом стали называть дворянами. То есть от слова дворня. Бояре получали в кормлении целой волости, и, естественно, это разлагало старшую дружину. Киевская Русь не знала сеньореального строя, в отличие от Западной Европы. Если у франков уже при каролингах появляется нечто вроде сеньореального строя, то древняя Русь сеньореального строя не знала. Князю противостояли люди, люди в кавычках. Люди – это частое слово в русских летописях. Люди – это все свободное население. В 11-м, 12-м веках так называют, уже начинают называть только верхушку. Поэтому для уточнения в 12-м веке, в конце 11-го, начале 12-го века появляются термины. Простые люди, черные люди, лучшие люди. А потом появляется термин «дринные люди». Дринные – не в смысле плохие, а в смысле низшие. Кстати, процесс такой терминологического отражения социального разделения идет практически во всех обществах. Например, в китайском языке есть термин «циньцяо» – «дринные людишки». Это не значит, что они плохие, это значит, что они снизу. Письменные памятники 10-го, начала 11-го века показывают рядовое население как силу, которая ограничивает княжескую власть. Киевляне прогнали Изяслава, например. Вершиной политической деятельности народа в Древней Руси было Вече. Вече – это очень интересный орган. Дело в том, что компетенцию Вече в древнерусских городах вообще никто не ограничивал. Никакой закон не ограничил. Все было в компетенции Вече. В Новгороде Вече могло призвать князя и прогнать князя. У нас почему-то считают, что Вече было только в Новгороде, Пскове и Вятке. Нет, Вече было везде. В Новгороде, Пскове и Вятке Вече создало свои структуры в виде Тысяцкого и Посаднического. Но об этом мы с вами будем говорить подробнее, когда будем говорить о Новгороде, который является совершенно такой интересной страницей нашей истории. Как показывает вся история Древней Руси, наиболее серьезные вопросы князь решал, советуюсь, с людьми, которые пришли на Вече. Когда я говорю, что Вече было выражением народной власти, не надо думать, что народ все решал. Естественно, решали на Вече люди, так сказать, кричали за или против. Но вопросы готовила, естественно, представители старшей дружины, князя, но они там не были полноценными хозяевами. Вече могло выступить против князя. То есть Вече это было такой зоной перетягивания каната, борьбы между боярами, князем и населением в лице наиболее богатых его представителей. Вече вообще не прекращало своей деятельности, и непосредственно его руководителем были князь и бояре. Когда Вече прекратила свою деятельность? В конце XIII – начало XIV века. Более того, как только пришла Орда, термин «вечевик» или «вечник» стал символом термина «бунтовщик». Дело в том, что у князя, даже во Владимирской Руси, не только в Киевскую эпоху, но и Владимирской, ни у одного русского князя не было такой массы насилия, чтобы поставить свой народ на колени. Такая масса насилия появилась только, когда пришла Орда. И можно было Ордынскую рать, например, Дюденеву или Неврюеву, которая могла помочь князю справиться со своим населением. Вот тогда-то Вече и ушло в конце XIII – начале XIV века. Народ и войско. Поразительная вещь. В Киеве даже Робичич, сын свободного и рабыни, имел право на ношение оружия, ношение меча. То есть в Древней Руси народ был вооружен. И это было обусловлено очень простой причиной. Ни один князь, даже имея дружину 800 человек, не смог бы справиться с половцами, хазарами или печенегами. Нужна была поддержка городской общины, то есть вооруженного народа. И мы с вами в прошлый раз уже говорили, помните, мы с вами обсуждали вопрос, почему герои русских были простые люди, богатыри, а герои западноевропейского эпоса – это герцоги, короли, графы. Вот это как раз причина необходимости большого массива вооруженных людей для противостояния кочевому фронтиру. Она работала на демократизацию русского общества. Русские города были очень похожи на древнегреческие полисы. Это были ни в коем случае не города феодального типа. Русские историки XIX века об этом писали очень много. Историки советские об этом, естественно, писать прекратили, потому что раз на Руси феодализм, значит и город должен быть феодального типа. И вот эта вся линия, которая роднит города-волости XI-XII века с древнегреческими городами, она совершенно ушла. Еще один момент. Была ли Древняя Русь единым государством? Ни в коем случае. Она не была вообще государством в строгом смысле этого слова. Вот что писал об этом наш замечательный историк Сергей Платонов, дореволюционный историк. Политическое устройство Киевского княжества было неустойчивым. Составленное из многих племенных и городских миров, это княжество не могло сложиться в единое государство в нашем смысле слова и распалось. Поэтому точнее всего будет определить Киевскую Русь как совокупность многих княжений, объединенных одной династией, единством религии, племени, языка и народного самосознания. Это самосознание достоверно существовало. С его высоты народ осуждал свое политическое неустройство, осуждал князей за то, что они несли землю розно, то есть распрями, и убеждал их быть в единстве ради единой земли русской. Политическая связь киевского общества была слабее всех других связей, что и было одной из видных причин падения Киевской Руси. И здесь Киевской Руси не помогло даже христианство. Давайте посмотрим теперь на церковь. Вместе с христианством на Русь начали проникать новые политические понятия и явления культуры. Духовенство нередко выступало миротворцем в междоусобицах. Организация русской церкви возглавлялась митрополитом Киевским, который и был митрополитом всей Руси. Из числа около 20 митрополитов до монгольской Руси только двое были русскими, остальные были болгарами или греками. Епископы городов назначались митрополитом, как правило, с согласия князей. При Владимире I на Руси было учреждено 8 епархий, в канун монгольского нашествия их стало 15. И своего рода школой русских епископов был Киево-Печерский монастырь. При епископах состоял целый штат чиновников. Церкви была предоставлена широкая юрисдикция над всеми христианами. То есть, что входило в церковную юрисдикцию? Дела семейные, святость христианских символов храмов, покушение на женскую честь и прочие обиды, дела вероотступничества. Вот всем этим занималась церковь в широком смысле. В более узком смысле под непосредственное попечение церкви была поставлена выделившаяся из христианского общества группа церковных или богодельных людей. Кто туда входил? Духовенство черное и белое, из мирян служители церкви семьями, странники и вообще бесприютные люди. То есть, государство ведало преступления, церковь ведала грехами. Но если учесть, что в православии понятие греха имеет совершенно особую роль, что отличает православие от католичества, если вы посмотрите, то центральная тема русских писателей, ориентированных на религиозную тематику – это грех. Весь Достоевский – это проблема греха. Это то, что волнует Достоевского. И это связано было не с некоторыми личными качествами Достоевского, хотя и с ними тоже. Но это была специфика православия. И еще одна вещь очень важная, которую мы с вами с самого начала записали. То, что Русь приняла богослужение не на греческом и не на латинском языке. Как вы думаете, это имело в большей степени положительные следствия или отрицательные? То, что мы приняли богослужение не на латыни и не на греческом, а на славянском, то есть на своем родном языке. Это плюс или минус? Вот смотрите, с точки зрения распространения религии, если батюшка говорит на том же языке, что и прихожане, значит, религия будет быстрее развиваться. А вот смотрите, а если взять ситуацию Западной Европы, там богослужение шло в католицизме на латинском языке, язык, который отличался от простонародного. В чем здесь плюс, а в чем здесь минус? Значит, минус здесь в том, что священник мог выступать в качестве такого религиозного наперсточника. А плюсы какие-нибудь были? Дело в том, что, получив греческий и латынь, священники византийские и западные, они тут же получали доступ к античной культуре. Они автоматически в нее входили, получая возможность. Если у тебя нет греческого и латыни, ты туда не попадаешь. Кроме того, это особенно связано, особенно у католичества. Отдельный язык, латынь, позволял возможность возникновения в Западной Европе наднациональной интеллектуальной элиты. Человек из Праги мог ехать в Париж, оттуда в Эдинбург, оттуда в Италию, оттуда в Германию. Он в любом монастыре мог говорить на латыни, и создавалась наднациональная интеллектуальная элита, закладывалась, которая говорила на своем языке, и в результате вырабатывался язык, сначала религиозный, потом научный, на основе которого можно было вырабатывать научные понятия. У нас же, в результате, поскольку у нас было богослужение на саинском языке, у нас все научные понятия мы с XVIII века заимствуем из западных языков, из латыни, из немецкого, из французского и так далее. То есть, как говорят наши большие друзья англосаксы, «Every acquisition is a loss, and every loss is an acquisition». Каждая потеря есть приобретение, и каждое приобретение есть потеря. Как писал наш эмигрант Федотов, вот это наличие особого языка, латыни, оно создало то культурное и интеллектуальное напряжение, которое необходимо для реального развития культуры. И обратите внимание, весь католицизм, который, безусловно, с точки зрения православия выступает как ересь, это откол, они откололись от orthodoxy, orthodoxy, православная церковь, но вот это наличие интеллектуального субстрата в католицизме привело к тому, что там было очень много интеллектуальных теологических споров. Схоластика, реализм, номинализм – православие интеллектуальных споров практически не знают. Проблема – жития святых, и больше себе ни в чем не отказывай. Но католицизм оказался, вот эта схема, она оказалась чревата возникновением протестантизма, как такой иудеизированной формы христианства, и дальнейшего отклонения от исходной модели. То есть здесь есть свои плюсы и свои минусы. Давайте теперь посмотрим на крупное землевладение и хозяйство. В 30-е и 50-е годы в советской историографии сформировалась такая картина жизни Древней Руси, в основе которой лежал принцип скрыто. Не только СССР – самая передовая страна, но и предшественники СССР на территории России тоже самые передовые. Поэтому генезис феодализма в русских землях отнесен был в VI век. Это в Европе в VII-VIII веке. Мы передовые люди, и у нас уже в VI веке был генезис феодализма. И поэтому все крупные формы землевладения, будь то светское или церковное, у нас трактовались как феодальное. На самом деле, как показывают исследования, никакого даже в IX-X веках феодального землевладения на Руси не было. И причин тому несколько. Во-первых, до середины XI века главный источник богатства киевских князей, не только киевских, это движимое имущество, торговля. Феодализм развивается тогда, когда главный источник земля – эксплуатация земледельцев. В Европе все это произошло в IX-X веках, произошла сеньореальная революция. Вообще нужно сказать, что феодализм – это одна из самых революционных систем в истории человечества. У нас наше представление о феодализме сформулировано людьми, которые совершенно специально феодализм оболгали. Это были деятели… Из политических соображений шла политическая борьба. Это сначала были деятели Ренессанса, а потом деятели просвещения, которые говорили, что феодализм – это аграрный строй, это отстало и так далее. На самом деле вся история феодализма в Западной Европе – это сплошные революции. Первая революция – это сельскохозяйственная революция VII века, когда был изобретен тяжелый плуг, который рыхлил почву на 20-25 см, и которого тащила восьмерка быков. Причем для современников результаты в таком изменении отношений человек-природа были настолько сильны, что это даже отразилось во франкских календарях VII века. Если во франкских календарях середины VII века месяцы – это аллегорические фигуры, то конец VII и начало VIII века – это фигуры, которые активно покоряют природу. То есть первая революция – это VII-VIII век. Я уже не говорю про кулачковый вал и многое другое. Дальше происходит сеньореальная революция. Это IX-X века, когда сеньоры нагибают крестьян и возникает феодализм. Дальше происходит коммунальная революция XI-XII века. Кто может объяснить, что такое коммунальная революция? Городская революция. Возникает свободный город, город мастеров XI-XII века. И, наконец, в XI-XIII веках в Европе происходит первая промышленная революция. За 200 лет монахи-цестерцианцы цестерцианского ордена усеивают всю Европу мельницами. Что такое мельница? Это обретение мощнейшего энергетического потенциала, которого раньше не было. И вот когда я начинал учиться в школе, у нас было два значения слова «фабрика» по-английски. Причем «фэктори» было вторым, который сейчас первым. Первое значение было «мил» – «мельница». Мельницы вообще играли огромную культурную роль в Европе. Например, молодые люди, как правило, назначали до середины XIV века свидания на мельницах. С середины XIV века, когда началась черная смерть и когда началась такая чернуха культуры, когда культура стала в Европе чернушная, как вы думаете, где стали очень часто назначать молодые люди свидания девушкам? На кладбищах. Совершенно верно, совершенно верно, на кладбищах. Но до середины XIV века Средневековье – это светлая эпоха. До конца XIII века, согласно христианским, католическим доктринам, можно примирить веру и разум. А вот с начала XIV века пошел другой процесс, когда стал тормозиться технический прогресс во всех сферах, кроме военной, и действительно наступило темное Средневековье, жуткое совершенно. Ну, наилучшая иллюстрация в кино. Я всем рекомендую посмотреть фильм, кто не смотрел. Это фильм Пола Верховена «Плоть и кровь». Кто смотрел? Это тот самый Пол Верховен, который сделал фильм «Основной инстинкт». Но лучший его фильм «Плоть и кровь» – это Европа, 1500 год. Совершенно фантастическим сюжетом. Главную роль исполняет Рутгер Хауэр, он там наемник. Там очень хорошо показана вся брутальность позднесредневековой жизни, которая ничего не имеет общего с миром XI, XII, XIII веков. В мире XI, XII, XIII веков не было инквизиции, не было процессов над ведьмами, которые выкосили женскую популяцию Европы так, что результаты европейцы расхлебывают по сегодняшний день. Так вот, на Руси в XI-XII веков было огромное количество земли. И чтобы князю получить землю, не надо было превращаться в феодала и отнимать землю у общины. Он просто нарезал себе земли свободной сколько хочешь. Кроме того, князь и бояре знали, что поскольку земли много, ну вот я, например, живу в районе Смоленска, ну я наеду на общину. Если у них не получится дать мне сдачи, так они соберутся все, и уйдут в Окско-Волжское междуречье, вот сюда, где мы сейчас живем, и будут все прекрасно жить в лесу, и я их из леса не достану. А вот надо мне будет против кочевников выйти, я и выйду со своей сопливой дружиной, там, из 200 человек и проиграю. То есть, это был постоянный ограничитель развития отношений по феодальному типу. То есть, три ограничительные были. Движимое имущество как основной источник, большое количество земли и наличие кочевого фронтира. Правда, вот это движимое имущество в качестве основного источника богатства, оно стало исчезать в середине 11 века, потому что произошли важные вещи. Турки-сельджуки появились в Малой Азии, и путь из варяг-греки начал ломаться. То есть, нужно было искать внутренние источники. И поэтому люди, которые жили в 11 веке, они очень четко разделили князей 11 века на старых и новых. Старые князья добрые, а новые не очень добрые, потому что начинают давить свое население. И население ответило восстаниями, прежде всего городскими. В середине 11 века это всплеск городских восстаний. Это ответ на то, что князья попытались взять внутри общества то, что они раньше брали извне. Но тем не менее, поскольку земли было много, этот процесс шел очень медленно. И в результате, к тому моменту, когда пришла Орда, Русь не была сложившимся классовым обществом. Она была еще очень мягким. Ее можно было модифицировать. Собственно, что и произошло. Сам по себе факт наличия крупного землевладения еще не говорит о том, что это землевладение феодальное. Чтобы оно стало феодальным, на нем должны сидеть зависимые от князя или от боярина люди, и эта форма должна быть доминирующей. Зависимые люди во второй половине 11 века появились, но форма эта не была доминирующей. Давайте посмотрим, какие были социальные категории в Древней Руси. Основную массу населения Киевской Руси составляли смерды. Самая ранняя информация о смердах датируется 1006 годом. Впервые там историки находят термин смерды. По мнению одних историков, смерды – это лично свободные люди, которые платили дань. Другие считают, что это полузависимая группа. Третьи говорят, что это свободный человек, который был обложен данью и потерял свободу. По-видимому, смерды, как социальная категория, формировались из разных социальных источников, нескольких. И смерд отличался от холопа тем, что он имел семью и имущество, и в случае чего он платил штраф. То есть это, в общем, человек, который исходно был свободный, но постепенно свободу свою утрачивал. Еще одна группа населения – это полностью зависимое население, называлось она челядью. Не путать с челядью более позднего времени, когда челядью называли любую прислугу. В Древней Руси челядин – это почти раб. Это, как правило, бывшие военно-пленные. Человека взяли в плен из другого княжества, и он становится зависимым. К началу XII века на Руси оформляется еще один социальный персонаж. Назывался он Закуп. Закуп – это человек, который попал в долговую кабалу и обязанный своей работой отработать полученную суду. Суда называлась Купа. Следовательно, он Закуп. Землевладелец предоставлял плуг, борону, скот, с помощью которых Закуп вел свое хозяйство. Просто превратить Закупа в холопа господин не мог. Но если Закуп бежал, то он автоматически становился челядиным. Еще было очень много социальных категорий. Задушные люди – прощенники, пущенники, рядовичи. О чем это говорит? Когда много разных категорий. Это означает, что общество находится в переходной стадии от племенного к, грубо говоря, к классовому. И четверть свободы, пол свободы, треть свободы, восьмушка свободы. То есть много промежуточных категорий. Когда общество становится классовым, становятся верхи, низы и средний слой. Все. А здесь масса всяких других вещей. Да, еще про одного персонажа нужно сказать. Это холоп. Холоп очень близко стоял к Закупу. Но некоторое различие между ними было. Холопа можно было призвать в качестве свидетелей, если не было свободного человека. А вот челядиным нельзя было призвать. Значит, какие повинности несли крестьяне? Основные группы повинностей были таковы. Так называемые государственные – это дани, торговые пошлины, торговая мыта, вотчинные, которые шли местной духовной корпорацией, то есть они церкви платили. И, наконец, судебные штрафы и пошлины. Вот теперь давайте посмотрим, а на основе какого законодательства это все делалось. Это русская правда. С именем Ярослава традиция связывает появление свода законов русской правды, которые делятся на две части. Древнейшая правда или правда Ярослава и правда Ярославичей. Русская правда дошла до нас в трех редакциях. Краткая, пространная и сокращенная. Это списки конца XIII – начала XIV века. Русская правда времен самого Ярослава до нас не дошла. Только то, что переписано. Запишите, пожалуйста. Русская правда – это сложный законодательный памятник, сборник норм русского права, опиравшийся на нормы обычного права и прежнее законодательство. Ярославу принадлежат лишь первые 18 статей. То есть при Ярославе первые 18 статей были сформулированы. А с XIX по XIV – это статьи, которые были при его потомках. В начале 1070-х годов. Значит, правда Ярослава – это 1015-й, 1020-й, и правда Ярославичей – это около 1072 года. Вот если сравнить внутри русской правды правду Ярослава и правду Ярославичей, становится понятно, что за 50 лет древнерусское общество прошло очень большой путь. Если в правде Ярослава фиксируется кровная месть, то в правде Ярославичей кровная месть запрещается, вообще запрещается. Это означает, что общество продвинулось от племенных отношений в сторону антагонистически очень существенно. Устанавливается очень четкое денежное различие штрафов за убийство. То есть если ты убил старшего дружинника, платишь – 80 гривен, а свободного – 40. Убил смерда – 5 гривен. Можешь повторить. Что такое гривна? Это фунт серебра. Это фунт серебра. Были еще такая денежная единица – куны. Гривна-кун – это такой продолговатый серебряный слиток, ходивший в качестве денежного знака до XIV века. Но главные деньги, которые мы находим в киевскую эпоху, как вы думаете, это чья монета, какой страны? Какая страна была экономической столицей Старого Света с IX по XIII век? Это была экономическая столица Старого Света. Багдад с портом Басра, откуда плавал Ассиндибад морской, то есть Синбад мореход. Багдад и монеты там были, дирхемы, дирхемы и динары. И вот эти арабские, багдадские монеты, их находят очень много в археологических источниках, а с конца XIII века их начинают вытеснять ордынские монеты. Так вот, в «Правде Ярослава» говорится о гривнах. Много говорится об организации устройств и водчины. И у русской правды три основных источника. Первое – законодательные постановления русских князей, судебные приговоры князей по частным случаям и третье – законодательные проекты духовенства, принятые князьями. Очень важно, что согласно русской правде имущество человека ценится дороже самого человека. Имущество человека ценится дороже его здоровья. За имущество и денежный капитал человек по русской правде отвечает своей не только свободой, но и жизнью. По этому поводу Ключевский писал, «Русская правда есть по преимуществу законодательство о капитале». Но он имеет в виду денежный капитал. Очень подробно говорится о взимании долгов. То есть русская правда – это законодательство торгового города. Это законодательство торгового города. Ну и последний вопрос, который нам осталось с вами рассмотреть – это причины упадка Киевской Руси. В целом их довольно точно сформулировал Ключевский. И упадок связан с теми же причинами, которые обусловили расцвет Киевской Руси. Первое, запишите, пожалуйста. В упадок с середины XI века стала приходить внешняя торговля – основа богатства киевских князей. Произошло это по двум причинам. Половцы стали очень активно засорять, как говорили тогда, торговые пути. При Азовской Русь рухнула. То есть половцы стали фактором опасности для торговли. Вот здесь, при Азовской Руси. А из-за появления турок-сельджуков в Малой Азии – это второй фактор – евразийские торговые пути стали смещаться. Кроме того, Византия стала слабеть, и торговля стала смещаться по другим направлениям. Это такой внешнеторговый фактор, который отметил Ключевский. Второе. По мере ослабления внешних источников богатства, князья начали прибегать к поиску внутренних источников и, естественно, опираться при этом активно на боярство, которое стало усиливаться. И оно решило, что, а зачем мне перемещаться вместе с князьями по… Во-первых, зачем я буду перемещаться вместе с князьями по удельной лесочной системе? А во-вторых, мы сами с усами, мы большая сила, и у нас свои связи с местным населением. То есть кормления стали превращаться в частное землевладение, что, естественно, расшатывало систему. Наконец, третье. Единство Киевской Руси подрывалось вот этим наличием удельно-лесточной системы, которая постоянно приходила в противоречие с передачей власти от отца к сыну. За 170 лет, с 1055 по 1224 год, только 90 лет были мирными в Киевской Руси. 80 лет прошло в усобицах. То есть Киевская Русь была абсолютно нестабильным властным организмом. И еще раз повторю, Киевская Русь ни в коем случае не была единым государством. Вот что писал все тот же Платонов. Политическое устройство Киевского княжества было неустойчиво. Это была, как я уже говорил, совокупность княжений, объединенных одной династией. Это то, о чем я вам уже говорил. Историческое своеобразие Киевской Руси заключалось в том, что здесь долгое время движимые имущества, связанные с внешним фактором, играли значительно более важную роль, чем поземельные отношения. Земли было очень много. И вложенный труд по сравнению с землей играл значительно меньшую роль. Всегда можно было набить зверя, взять меха, набрать лошадей, захватить рабов, отвезти, сторговаться с Византией. В результате, такая формальная дата 1169 год, когда Андрей Боголюбский сжег Киев. Но уже во второй четверти XII века, по сути дела, Киев не был желанным призом. Шел расцвет отдельных княжеств и земель. Я подчеркиваю, распад древнерусского государства произошел не из-за экономического и культурного упадка его, а по политическим и торговым причинам. Что касается экономики и культуры, наоборот, XII век был веком потрясающего расцвета русских княжеств, о чем мы и поговорим с вами, когда будем говорить о двух темах. Русь накануне монгольского завоевания, монгольское завоевание и установление власти Орды. Какой учебник я вам рекомендую? Я вам рекомендую учебник. Он сложный, большой, но это учебник на твердую четверку. Пятерошных учебников нет. Это учебник «История России», трехтомник, под редакцией Милова. МГУшный учебник под редакцией Милова. Я вам буду время от времени называть разные учебники. В одном учебнике лучше изложено одно, в другом учебнике, которым лучше вообще не подходить, это учебники на твердую двойку с минусом. Учебник Милова «Четверка с плюсом». Очень рекомендую, хорошо сделанный учебник. Понятно, что трехтомник читать тяжело, но он, я уж не говорю о том, что он безвредный, потому что есть вредные учебники. Это хороший учебник. Так что, если будет возможность, обязательно его приобретите. Он вообще просто должен быть, обязательно дома должен быть хороший учебник русской истории. И желательно не один, но один точно должен быть. Все, спасибо. Спасибо.